Мощный атмосферный фронт, который бушевал на территории региона минувшей ночью, стал причиной серьезного коммунального происшествия на улице железнодорожников в Твери. Сильный порыв ветра опрокинул одно из деревьев прямо на жилой дом. Из жильцов никто не пострадал, однако рухнувший тополь оборвал провода телевизионной антенны и частично повредил кровлю. Подробности инцидента в нашем следующем сюжете. Минувшую ночь у жителя дома номер 56 по улице железнодорожников Сергея Крылова разбудил отнюдь не будильник. Вскочить с кровати мужчину заставил жуткий грохот и треск ломающихся веток. Выглянув в окно, Сергей увидел вырванное почти с корнем и рухнувшее на крыше его дома дерево. Это был коровный такой большой, мы уже сразу заскочили. Мы уже сразу поняли, что это, так как оно уже давно, у нас это дерево беспокоило, сразу поняли, что даже не корону, это просто на дыше. Дерево лежит? Да, дерево лежит. Обрушил на крышу дома дерево сильнейший порыв ветра. Всю прошлую ночь на территории региона бушевал мощный атмосферный фронт. Впрочем, били тревогу жителей этого дома достаточно давно. Еще в прошлом году они обращались в свою управляющую компанию, на тот момент УК Орша, с требованием спилить опасный тополь. Но действий со стороны обслуживающей организации не последовало. Сейчас дом и вовсе ничейный. Старая УК ушла, а новая так и не появилась. Сейчас мы никому не относимся. Полгода дом не стоит на балансе в городе. То есть мы с вами сел и проводили электричество. Мы никому не нужны. Мы не знаем уже, куда обращаться и что делать. В то время как на месте происшествия работала наша съемочная группа, возле дома появились трое мужчин в спецодежде. Сначала несколько минут ходили вокруг рухнувшей кроны, а затем начали совещаться. Как удалось выяснить, это были представители управляющей компании «Форвард». Она обслуживает несколько домов по соседству. Направить силы для устранения последствий инцидента обслуживающую организацию попросили в администрации пролетарского района. Однако коммунальщики практически сразу расписались в своей беспомощности. Мы на себя ответственность такую не можем брать, если мы начнем убирать это дерево, а оно пойдет дальше. И, соответственно, там что-то будут какие-то нюансы. Зачем на себя брать такую ответственность? Правильно? Как сообщили местные жители, к вечеру пятницы работы по ликвидации обрушения так и не начались. Впрочем, даже если поваленный ветром тополи будет убран, остается открытым другой вопрос. Кто и когда приведет в порядок поврежденную кровлю дома? Не говоря уже о том, что в результате разгула стихии жильцы остались без телевизионной антенны. Эти вопросы мы направили в администрацию Твери. Наш телеканал будет следить за развитием событий.